Здравствуйте! Вы смотрите «Вечер вместе». Я Иван Грещук. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела культуры Рассашанской епархии Романах Тихон. Здравствуйте! Здравствуйте! И Галина Яковлевна Сысоева, профессор, заведующая кафедрой этномузыкологии Воронежского государственного института искусств, заслуженный деятель искусств России. Галина Яковлевна, здравствуйте! Здравствуйте! На базе и при поддержке отдела культуры Рассашанской епархии и в честь 400-летия святителя Митрофания на Воронежской земле сразу два масштабных конкурса запущены сейчас. Это вокальный конкурс вокального искусства «Душа поет, взмывая ввысь» и конкурс литературного творчества «Просвещенный светом». Давайте начнем с того, какая основная задача стояла перед организатором, когда вы только запускали оба этих проекта. Вот это популяризация искусства в целом или что-то иное? Ну, задача конкурсов стояла, во-первых, посвященная 400-летию святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, для популяризации его имени, потому что хоть и Воронеж, так сказать, имеет небесный покровитель, но люди не все знают или глубоко знают значение святителя Митрофана в истории Воронежского края. Вторая задача стояла, конечно же, развитие и популяризация не просто церковного искусства, а именно интеграция, интеграция духовного со светским, чтобы сблизить немножко попытка вернуть их как бы в одно и то же русло, к одним и тем же целям и задачам. Церковное искусство развивалось из богослужения и на фоне богослужения, на основе богослужения христианского, православного. И все наше искусство, если взять историю, посмотреть, то, в принципе, истекало, источником и основой имеет именно церковь. Будь то азбука, создание азбуки, первые памятники литературы, начиная с XI века, песнопения, которые пошли потом в народ, и все эти отголоски вылезли народным пением. Дальше уже развитие светского искусства пошло само по себе и стало отображать уже, так сказать, более земные такие вещи. И вот идея этого конкурса, его изюминка в том, чтобы вновь, как бы сказать, чтобы соприкоснулись эти два вида искусства, вернулись как бы друг к другу, и те исполнители, которые, например, исполняют только светские произведения, познакомились с духовной музыкой, и наоборот, духовные исполнители познакомились со светскими, с лучшими образцами светской музыки. Здесь еще включается и народное искусство в определенных каких-то жанрах, да, там, где как раз воплощаются вот эти идеи духовного устремления. В народе очень много народных песнопений, связанных с духовными ценностями, с какими-то святыми, народные молитвы есть. И это все сейчас тоже выходит, так сказать, в свет, как говорится. Потому что раньше, вот, например, в старых учебниках, не было даже по фольклору, например, не было даже такого раздела, духовные стихи, духовные песнопения, как будто это ничего не было, это все было, просто делали вид, что этого нет. А сейчас народ с удовольствием это все исполняет, причем многие народные исполнители, они поют в храме и поют также народные песни. Вот мы приезжаем в экспедицию, часто бабушек собираем, они спрашивают благословление у батюшки, можно мы будем петь народные песни? Ну, вы обработали уже большую массу заявок, на самом деле, я понимаю, что какие-то итоги, наверное, подводить еще рано, но, исходя из озвученных выше целей, на ваш взгляд, удалась ли эта интеграция вот на данном этапе, то есть исходя из тех заявок, которые вам присылают? Ну, вообще по-разному было воспринято, потому что идея, как бы она новая, наверное, идея, потому что много разных конкурсов проводится в разных жанрах, в определенных жанрах, отдельно по жанрам, по категориям, по номинациям, но здесь именно идея смешения того, чего не знакомо, то, что не знакомо светским исполнителям или мало знакомо церковным исполнителям, которые узко поют только лишь богослужебные тексты, богослужебные, так сказать, ноты. И мы столкнулись с тем, что, да, очень эта идея была воспринята неоднозначно, то есть сначала люди, многие немножко испугались, а как? Я этого не знаю, я этого никогда не исполнял, а как же я буду это делать? А я всем не говорю, вот в этом-то и идея, в этом изюминке. Вы в этом-то, чтобы расширить кругозор, познакомиться, познать, что это такое, вы почувствуете другие чувства, ощущения, которые несет духовная музыка. Или наоборот, церковный исполнитель, с которым хором поет только вот духовное, и он, у него пласт душевный, то, что кажется, души, он как бы может быть пустым, ненасыщенным, ненаполненным. Я сам столкнулся с такой проблемой духовной в свое время, что вот когда, допустим, процесс, когда я воцерковлялся, только духовное меня одно интересовало, чтение духовной литературы, духовных писателей, духовной музыки, всего. А остался ненаполнен пласт душевный, что несет классическая литература, классическая музыка, классическая, значит, живопись, искусство. И вот когда я пришел к этому, почувствовал, что необходим это человеку в себе, что у человека должно быть наполнено все пласты его развития, и телесного, материального, и душевного, и духовного. Вот столкнулись, да, с нескольким таким вот маленьким испугом, но мы постарались как бы преодолеть это то, что выслали ноты тем исполнителям, которые незнакомы, подготовили им все. Выслали примеры Кантов, тоже ноты Канта и сами произведения, чтобы помочь людям, чтобы они выучили, кто знает ноты, это в принципе не трудно. Ну да, но кроме душевного и духовного есть еще чисто техническая часть, да, и это тоже, наверное, интересно, особенно профессионалам, попробовать себя, используя те техники, которыми они уже обладают, попробовать себя в несколько другом направлении. Галина Яковлевна, вот таких экспериментов в заявках много, когда вот действительно совсем коллектив или отдельный исполнитель меняет свой жанр? Нет, но заявки должны быть составлены таким образом, чтобы там было все представлено, и чтобы можно было составить представление вот как раз об этой интеграции, да? Давайте, кстати, вот о конкурсной программе поговорим более подробно, и начнем с вокала, раз уже большую часть именно об этом говорим. Кому доступно участие в конкурсе? Какие есть возрастные группы? Я знаю, что есть возрастные группы. И каким требованиям должны соответствовать исполнители? Есть ли вообще эти требования? Да, ну, значит, в положении о конкурсе, который был разработан нашим отделом культуры Росашинской пархии, значит, что там отражено? То, что конкурс проводится по благословению правящего архиереи, естественно, в рамках празднования 400-летия святителя Митрофана. Для участия в конкурсе приглашаются церковные хоры, церковные коллективы и сольные вокальные исполнители, сольные вокальные исполнители и певческие коллективы детских школ искусств, сельских районных домов культуры и других организаций. То есть он рассчитан именно на церковные хоры и на всю нашу культуру области через взаимодействие с отделами культуры. Речь не только про Росашанский район, но здесь могут принимать участие... Не вся область. Нет, не вся область. 13 районов Росашанска. Мы в рамках нашей пархии пока первую проводим. Значит, 13 районов Воронежской области, которые входят в Росашанскую пархию. Поэтому для участия приглашаются сельские коллективы. Народные, певческие их много. В каждом сельском и районном домов культуры есть много разных коллективов. И детские школы искусств. Две возрастные категории. Взрослая категория с 18 и старше, и детская с 10 до 17 лет. Условия конкурса таковы, что на районном этапе участники-исполнители должны исполнить три произведения в трёх разных жанрах. Это богослужебное песнопение, духовный кант. Духовный кант – это про Бога, про Святую Богородицу, посвящен к им святым. Но уже не обязательно именно в церковном исполнении. Он может в народном исполнении, даже в любом исполнении, под инструмент, под минусовку. Только лист богослужебное песнопение, а капельно исполняется. И светская и русская классика. Песни русских и советских композиторов. То, что мы уже знаем, то, что любимо народам, то, что стало классикой и любимо, так сказать, широкими массами, так сказать, общества. Вот такие условия. И когда по сумме трёх этих произведений начисляются баллы, выбираются победители в каждом районе, они будут представлены в финальной части, в галоконцерте, который пройдут в городе Россише для взрослых 29 ноября, в центре молодёжной, в Доме культуры молодёжной. И в Богучаре, в Дворце культуры юбилейной. Это детская возрастная категория. Второго декабря. Потом у нас ещё назначено зрительское голосование. На зрительское голосование мы представим финалистов. Те финалисты из районов, которые выйдут в финал, по четыре финалиста, два взрослых, два в детских, сольный и отдельно оценивается, и вокальный кальтив отдельно. Финалисты будут представлены на зрительское голосование, на странице ВКонтакте нашего отдела культуры, и уже получат какие-то баллы. За каждого участника один человек может начислить один балл, то есть один голос дать. Мы суммируем эти голоса и уже в финальной части приплюсовываем к их баллам, которые поставит жюри. В жюри у нас входят тоже заслуженные деятели искусства. Да, это очень важно. Я хотел бы представить жюри нашего вокального конкурса. Это Галина Яковлевна Сысоева, профессор, преподаватель Воронежской института искусств и заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Татьяна Михайловна Ижогина, хармейстер и руководитель Мушкова хора Воронежской филармонии, также заслуженный деятель искусств Российской Федерации. И дьякон Дмитрий Ушаков, преподаватель Воронежской духовной семинарии, член Союза композиторов России. Также тоже очень такой хороший и отличный специалист в области музыки. Жюри серьезные, да. Сложно будет конкурсантам. Да, многие когда узнают, многие исполнители узнают, они сразу, ой-ой-ой, какое жюри, как надо готовиться серьезно. Ой, мы прям звоним, все пугаются, боятся немножко, даже начинают бояться, переживать. Ну это же хорошо, вообще любая фестивальная деятельность для любого коллектива-исполнителя, возможность выступить на фестивале, это очень здорово. Какой бы фестиваль? Ну и себя показать, а самое главное посмотреть других и сделать для себя какие-то тоже выводы, уроки. Конечно. Какие номинации в вокальном конкурсе существуют? Я так понимаю, их не так много, но они важны. Ну номинации, как бы, в том-то и дело, что мы не по номинациям оцениваем, а по исполнительскому, по измайзерскому мастерству, там критерии, оценивая критерии, это и способ подачи, и эстетическое, значит… Ну художественное впечатление. Художественное впечатление, которое оставляет, эмоциональное впечатление, которое оставит. Техническое исполнение по технике, по нотам, по качеству, по… Вот. А три номинации, каждый коллектив в трёх номинациях должен исполнить, в том-то и дело, в районном этапе. Уже в финальной части там будет уже жеребьёвка, и каждый коллектив или сон-исполнитель должен будет исполнить только то произведение, которое он вытащит в жеребье, одно из трёх номинаций. Поэтому тоже здесь… Ещё немножко задача усложняется. Да, усложняется, и такой игровой момент, может быть, удачи, какого-то успеха зависит от какого-то случая. Что он выберет? Светский коллектив выберет духовное песнопение или же ему привычное светское песнопение классик. Или наоборот, церковный коллектив может… ему может попасться то, что ему привычно исполнить, а может попасться, что непривычно исполнить. Ну и усиливается соревновательный компонент ещё. Соревновательный компонент и такой удача, такая какая-то игровой момент. Ну, естественно, будет разделено ансамбль и солисты. Потому что… Ну, и возрастные группы. Да, и возрастные. Пользуется ли конкурс спросом? Вы уже сейчас точно можете это сказать. Какое количество заявок получили на данный момент? Ну, на данный момент заявки собираются пока в районах. Они потом будут присылаться и нам, как в оргкомитет конкурса, в отдел культуры. И все участники будут, так сказать, отражены и выставлены, и их видеозаписи, которые им присылают для конкурсного оценивания, будут выставлены на странице отдела культуры. И все как бы могут массово посмотреть. Мы этим конкурсом достигаем также задачи – выявляем новые таланты. Каждый человек, участвующий, может показать свой талант, свои возможности на более широкую аудиторию, которая в соцсетях. И мы сейчас имели возможность показать людей их уровень мастерства, исполнения. И просто о себе, вот как они, что в таком-то селе, в таком-то районном доме культуры есть такой-то коллектив, который вот тем-то, тем-то занимается. Все это можно будет… Ну, и заявок, я так понимаю, достаточно большое количество приходит, да, уже там под 100, наверное, коллективов, я так понимаю. Ну, в каждом районе, нет, пока не считали, но в каждом районе все равно будет минимум 4 финалиста. 4 финалиста – это точно будет с каждого района. Получается у нас 26 финалистов во взрослой категории, это 13 сольных исполнителей, 13 коллективов, и 26 будет в детской категории. 13 сольных исполнителей, 13 коллективов, значит, хоровых. Давайте перейдем к литературной части, к литературному, собственно, конкурсу. Кто подает заявки на литературный конкурс? Это в основном дети, это взрослые, какая возрастная категория и какой должна быть заявка? Также по условиям литературного конкурса, просвещенный светом, принимаются заявки от авторов двух возрастных категорий и в трех, значит, жанровых номинациях. Возрастные категории – это с 14 до 31 года мы такое юношеское молодежность делали. Ну, у нас молодежь до 35 считается, да? И взрослые – это старшие, люди старшего возраста. Три номинации – это художественная проза, поэзия и журналистика. Эссе, материал, репортаж. Вот три номинации. В основном, больше всего, конечно, поэтов. У нас много сейчас принято, уже 60 заявок, 32 участника подали пока заявки, но это еще не предел, еще ожидаем до 15 ноября принимаются заявки. В вокальном конкурсе до 20 ноября еще принимаются заявки на участие в районных этапах. Ну вот, на данный момент. Какие темы чаще всего в заявках литературных встречаются? О чем пишут? Ну, в положении мы также прописали, что условия в условиях конкурса обязательно духовной расы направленности должны быть. На свободные темы, либо на темы, рекомендованные, которые мы в положении отразили. Это темы, касающиеся духовного завещания святителя Митрофана. Значит, «Твори благо, бегай из лага» последнего слова в завещании на эту тему. Это какие-то чудеса, которые Бог проявлял, или человек встречался в своей жизни. Там темы есть чудеса. Это семья, это духовно-нравственные такие вот. Несколько тем мы дали, как бы сказать, рекомендованные. Но в основном на свободные темы люди присылают, касающиеся отношений родителей, детей. А как бы вы оценили общий уровень, скажем, работ и литературных, и вокальных? То есть уже с какими-то заявками, наверняка так краем глаза познакомились, уже знаете. Вот уровень общий, то есть достаточно ли он высок для того, чтобы выходить на фестивальные площадки? Уровень разный. И интересно, почему? Потому что уровень очень разный. Есть высокого уровня. Действительно, голоса такие очень редкие, вот если брать вокальный конкурс. Литературный конкурс тоже некоторые произведения поражают. Откуда вот у нас самороз? У нас много самородков по селам. Я служил в нескольких селах и знаю, что в селах есть и художники, и поэты, которых никто не знает, только знает вот село, и они дальше никуда не вышли. Они уже даже маленькие книжечки какие-то издают своим. Вот. И художники прекрасные. Заходишь домой, у него там целая галерея прекрасных этюдов, значит, натюрмортов, живописи, всего. И вот идея вытащить их этим конкурсом, попытаться, так сказать, показать народу в свет, чтобы люди увидели. Ну, я думаю, что вот время покажет. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что действительно конкурсы станут традиционными. Спасибо вам большое за беседу. Как можно больше вам количества заявок и участников, талантливых людей. Вы смотрели «Вечер вместе», я, Иван Грещук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте. Тройное WTVDFISGUBERNIA.RU Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова